Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня наша рыбалка начнется от часовни, которая находится между Осиновкой и Ермакова на Виновском берегу. Алексей Люпов родился в 1872 году в городе Ставрополь в семье военного. Окончив Аракчеевский кадетский корпус, он и сам стал кадровым военным и участником военных действий на Дальнем Востоке в начале 20 века. Испорт Артура после поражения, отказавшись дать обещание никогда не воевать с Японией, он оказался в плену, где и заполучил туберкулез. А в 1907 году Алексей возвращается на родину и уходит в отставку в чине штабс-капитана. Имеет массу наград российских и иностранных государств. Покупает землю в селе Ермакова и начинает строительство сахарного завода, щедро авансируя строительство. Но алчность и зависть местных лентяев толкает их во все тяжкие и 25 сентября 1911 года двое братьев местного крестьянства совершают страшное убийство. Девять глубоких ран от топора обнаружили на капитане, когда Волга отдала сброшенное в нее тело Люпова. Разбойников нашли и судили, а брат Алексея воздвиг на берегу часовню, в которой похоронен герой русско-японской войны, изобретатель, 15 патентов в области авиации, медицины и астрономии. В годы после революции часовня была забыта и превратилась в отхожее место. И лишь в 80-х годах прошлого века она попала в перечень охраняемых государством памятников и поддерживается в более-менее ухоженном виде трудами туристов-кругосветчиков. Ну и как любое архитектурное сооружение, несет на своих стенах следы тщеславных здесь был Вася, с усердием первобытных художников, выдалбливавших петроглифы. А после постройки ГЭС уровень воды снизился на 4 метра и часовня стала возвышаться над рекой. Много еще можно рассказывать исторических подробностей, но пора и на рыбалку. А погода в этом году совершенно непредсказуема. Вот так лето пришло к нам почти без весны, так и зима стучится в дверь, минуя осень. Холодные нестихающие ветра налетели на наш край и заштормили широкие Волжские воды. И как всегда бывает, в самые неподходящие моменты начинает подводить техника. Но мы и не привыкли отступать. Быстрый ремонт и неприятности позади. Да и рыба как-то не особенно охотно откликается на провокации с моей стороны. И приходится ездить, искать тихое место и голодных рыбех. Но усилия тщетны и приходится постепенно возвращаться обратно. Мне это. Крючок поменьше. Дискаунтер Юнипол. Все для рыбалки, туризма и охоты. 17-й километр Московское шоссе Алматинское. Сильный пол покупает в Юнипол. Но по дороге нельзя же пройти мимо всегда рабочих точек. И вот на одной из них и солнце выглянуло, и дождь прекратился, и окунь заактивничал. Ну вот какие-то все малечки клюют и клюют. Алкавиш толстенький уже, но мелкий. Хотя готовить их тоже можно. Кстати, вот вам интересные кулинарные рецепты по поводу окуня. А этого мы пока отпустим. Когда муж приносит домой рыбу, в данном случае окуней, чистится она очень тяжело, и многие хозяйки это делать не любят. Вот. Я вам покажу три вида разделки окуня. И делается просто это, легко, не спеша. Вот первый способ. Подрезаем, аккуратненько подрезаем, не спеша. Вот здесь, около плавников, там бесчешуйная зона. И ведем ножом по хребту внутри, осторожно, аккуратно, не дорезая до конца. Поворачиваем нож. И ведем мы по реберным костям. Тоже аккуратно подрезаем. Оно это легко делается. Потом вот таким образом мы нажимаем, подрезаем. Вот таким образом. Так. Теперь снимаем филе. Филе тоже аккуратно, не спеша. И вот таким вот. Вот у нас получилось филе. Так. Теперь другую сторону. То же самое. Подрезаем аккуратно. И здесь вот. Прям берем ближе к плавникам, милые женщины. Берем ближе к плавникам и чувствуем там внутри, на конце ножа, должны быть глаза. Глаза. Вот эти глаза чувствуют, видят там вот этот позвоночник, они видят. Аккуратненько. Потом так поднимаем. Так. Это вот отрезать нужно сразу плавничок. Лишнее убираем в сторону. Так. Вот такое вот филе у нас до конца не разрезаем. До конца, видите? До конца не отрезаем, чтобы нам удобно было снимать филе. Вот у нас второе филе. Вот. Это филе можно жарить, панировать. Но это другой вопрос. Жарить можно. Можно нарезать с него. Хея я делаю очень вкусная. Вот. Котлетную массу можно делать. Вот с него. Очень вкусно. Потом еще. Котлетная масса ясно. Котлеты, пельмени очень вкусные. Чувствуете, что у вас затупился нож, да? Под руками у вас еще один. Просто вот такими движениями чуть надавливаем. И когда начинаем все. И когда начинаем уже резать рыбу, уже чувствуете, что как лезвие делается нож такой вот. А можно еще таким вот способом. Таким способом поточить ножи. Вот такой специальный это селочек, брусочек, абразивная поверхность. И мы его любонечко так подтачиваем. Обычно я так делаю. Когда быстро надо. Быстро надо. Мы его так подточили быстренько. Все это мы убираем. Ну вот теперь второй способ. Вот таким вот способом. У нас он будет без головы, без хвоста, без кишочков, без кожи. То же самое. Вот здесь вот плавнички есть, да? Мы туда дальше прорезаем, вот эти плавнички прорезаем. Чтобы, которые, держатся они на косточке, мы их прорезаем. Сейчас мы их вырежем оттуда. Так. Немножечко другой способ. Конечно. Вот так мы их вырезаем. Эти плавнички. Вот эти вот вырезали. Иголки они не нужны. У них не нужны. Так мы их вырезаем аккуратненько. Сюда. Так. Здесь тоже хвостик отрезаем. Голову тоже мы отрезаем вместе с кишочками. Вот так, да? Потом вот таким образом. Типа мы его будем обдирать. Немножечко. Вот так. Так мы их подрезаем. Сначала, конечно, будет неудобно. Где-то у кого-то что-то не будет получаться. Ну, как говорится, аппетит приходит во время еды. Вот получилось у нас. Вот эти плавнички тоже отрезаем. Вот у нас филе получилось. Не филе, а без кожи. Вот так вот. Вот все. Можно жарить. Можно в уху. Ну, я обычно жарю. Панирую с мукой. Смешиваю муку с сухарями. Соль, перец. И все, и жарю. Основным способом можно во фритюре жарить. И третий способ. Многие чистить ножом. Ножом. Ну, ножом это вот таким вот способом. Разбрызгивается эта чешуя. Это очень неудобно. Мне не нравится. Я взяла старую терку. Вот такая вот шероховатая поверхность, старая терка. Очень удобно. И сначала вот такими движениями мы взъерошим. Вот эту чешую мы взъерошим. И вот так вот сильно не летит чешуя. Нормально, прекрасненько. И быстренько. Вот, смотрите. Все. Чисто. Классно. И также другую сторону мы взъерошиваем. И вот таким образом. И быстренько. Прекрасненько. Ничего никуда не летит. Отлично. Ножом кто за это время чистит одного. А я могу два-три почистить. Здесь уже ножом подправляем. Здесь уже мы подправляем. Вот так вот. Все. Красота. Невчуку уберем. Эту сторону. Так. И потрошим. Таким образом разрезаем. Так. Я убираю жабры. Прямо вот захватываю жабры. И все это я, все кишочки, все оттуда вытаскиваю. Жабры лучше убрать, конечно, жабры. Все. В стороночку. Все. Нашим курочкам пойдет. Можно жарить в таком виде. Ну, помыть, конечно, можно жарить в таком виде. А можно просто, если нужно быстро пожарить, мы режем. Это называется корбование. Вот такими. Можно почаще. Кто как любит. А если берем другую рыбу, допустим, в обувь или тарашку, там же много мелких костей. Мы корбуем ее часто, часто, часто. Потом жарим. И когда кушаем, там косточки не чувствуются. Вот таким образом. Ну вот, дорогие женщины, теперь вам будет, после моего рассказа, делаться все будет легко и просто. И мужья ваши будут очень довольны. Плавали мы по разным местам, находили тихие местечки. Вода как зеркало, вокруг ветер бушует, а рыбы нету. Долго ли коротко, забыли мы в одно место, где всегда нас радовал окунь. Все ловят на бомбарды. Попробуем мы собрать такую снасть. Опа! Завязывается все тем же узлом. Паламар. Складываем конец лески пополам. Заводим в ушко. Завязываем узелок. Все. И теперь вот образовавшуюся петельку проводим в карабинчик. И затягиваем леску. Тут есть пара готовых кембриков. Кембриков. ТЯХท cep directors. ТЯХ тиetzt. моё. Схот. Л harden. Онафф. Возвращаюсь к проверенной снасти И результат не заставил себя ждать Вот опять очередной окунь Покусился на хороший локер Так мелкими перебежками добрались мы до города И вот волна уже не выворачивает вестибулярный аппарат И я делаю заброс на удачу Есть! Вот оно рыбацкое счастье! Дело сделано! Есть рыбка у нас Даже в такую погоду Мы находим Наше рыбацкое счастье Но время нашей программы подошло к концу До новых встреч дорогие друзья И рыбацкого счастья вам!